Где моя красавица? Маленькая. Приехали сюда, был месяц нам. Уже восемь. Так же и пойдем здесь. Маленькая, да моя? Все самые первые, самые важные события в жизни Юли произошли в этой комнате. Здесь девочка вместе со старшей сестрой Дашей и мамой оказалась после того, как папа выставил их с вещами на улицу. Крышу над головой маме с двумя девочками предоставил фонд оберег. Как могли, обустроились. В октябре месяце сказала, доживай месяц и уходи с квартиры. Нам пришлось ехать, мы нашли, я не знала, куда идти. Узнавала везде, где, куда и что. И вот мне подружка подсказала, что есть такой центр. С надеждой знакомятся представители областных властей, которые курируют работу фонда. Девушка рассказывает, сейчас она собирает документы для покупки комнаты в соседнем городе. Администрация оберега ей помогает. Представители фонда посодействовали также в устройстве старшей девочки в ближайшую школу. Здесь школу заканчивали? Здесь. Какую? 24-я. Всего здесь живут 50 человек. Все эти женщины попали в трудную жизненную ситуацию. Им будут помогать до тех пор, пока они не найдут работу. В августе 2014-го был решен вопрос с переездом в новое здание. За год созданы необходимые условия для того, чтобы обеспечить достойным пристанищам тех, кому оно требуется. Мы переоборудовали цокольный этаж, мы сделали там действительно швейную мастерскую, мы сделали там спортивный зал, подготовили спортские помещения. И подготовили несколько комнат для людей категории бомж, которые хотят свою жизнь изменить к лучшему. Также на первом и втором этаже был произведен достаточно большой ремонт. Были комнаты переоборудования на более домашние, уютные. Все работы проводились за счет средств фонда, а также на гранты. В будущем оберег ожидает поддержка региональных властей. И вот сейчас как раз фонд оберег у нас подготовил все документы, идет их доработка для того, чтобы они вошли в реестр поставщиков социальных услуг на территории Иркутской области. И тогда мы сможем им оказывать уже помощь из бюджета. Сейчас документы находятся на рассмотрении в профильном министерстве. В 2016-м фонд уже может рассчитывать на поддержку из областного бюджета. Татьяна Веретина, Николай Крупченко. Новости сейчас.